Ирина Стенякина работает участковым терапевтом в первой поликлинике 5 лет. Когда девушка заканчивала учебу в МГУ, у меня Гарёва изменился план обучения. Стало возможно, закончив аккредитацию, работать участковым терапевтом без ординатуры. Ирина решила попробовать свои силы и приехала в Саров. Нравится, очень интересно, многогранное, что только не видела, что только не делала. Работала на ковиде, работала просто на участке. Диспансеризацию ведём, вакцинацию, ездим на выездные вакцинации. То есть оформляем инвалидности, делаем выписки, просто принимаем пациентов, ходим на дом. Терапевт – специалист широкого профиля. Нужно разбираться в огромном спектре болезней, чтобы правильно назначить лечение и дать направление к другому врачу. Терапевты также проводят консультации, осматривают пациентов перед госпитализацией. Эти врачи всегда в движении. У нас есть две смены. В первую смену мы сначала введём приём пациентов, и во второй половине дня мы уходим на врачебные вызовы. Если работаем во вторую смену, то получается с 11 мы идём на вызовы и после обеда уже ведём приём пациентов. Если на ковиде, там всегда в первую смену приём пациентов утренний, и после обеда мы выезжаем на дом для осмотра первичных или повторных вызовов, когда пациенты вызывают с ухудшением состояния. Самое главное в работе терапевта, считает Ирина Стенякина, чётко объяснить пациенту, что нужно ответственно относиться к своему здоровью и не заниматься самолечением. Много времени врачи тратят на то, чтобы объяснить, зачем нужно вакцинироваться или проходить диспансеризацию. В идеале для терапевта это нужно внимательно относиться к пациентам, потому что первоначально они идут к нам, и если мы что-то пропустим, они могут не пойти потом дальше куда-то. Скажут, ну мне врач не сказала, поэтому я и не пошла к другому специалисту. Поэтому нужно грамотно определить дальнейшую тактику лечения. 17 октября участковые терапевты отмечают праздник. Мы поздравляем всех представителей этой профессии, желаем им крепкого здоровья, терпения и благодарных пациентов. Екатерина Пёнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, СОРО, 24.